История местного самоуправления Новоуральска берет свое начало в конце 40-х годов. Тогда для решения вопросов коммунальными и бытовыми службами, сферами культуры и образования, а также развития инфраструктуры в молодом рабочем поселке, при комбинате был создан административно-распорядительный отдел. А затем вместе с преобразованием поселка в город появился и орган исполнительной власти – Горисполком. Время шло, город развивался, а вместе с ним развивалась и система местного самоуправления. Я могу сказать, что до сих пор идет поиск. Конечно, какие-то основы, вот они уже стабильные, да, уже более-менее определились с полномочиями. Какие полномочия у федерации, какие полномочия у субъекта, какие полномочия у местного самоуправления. Но не решен самый основной вопрос местного самоуправления. Оно должно быть самофинансируемо. Всегда были определенные трудности, были проблемы. Это особенно на фоне 90-х годов было не так все просто. Потому что менялось законодательство, порой оно просто отсутствовало. Приходилось многие вещи делать, принимать думой местной, какие-то решения. И тем самым подстраховывались для того, чтобы решить тот или иной вопрос. В день местного самоуправления в адрес ветеранов и действующих сатурников исполнительной и представительной власти звучало много добрых слов в знак признательности за годы усердной работы, ответственности и неравнодушного отношения к городу. Дорогие друзья, уважаемые работники органов местного самоуправления, примите самые наилучшие теплые поздравления с вашим профессиональным праздником. Вообще, наверное, правильно сказать, что сегодня день не органов местного самоуправления, а день местного самоуправления. Потому что самые главные участники нашего процесса – это жители, активные, заинтересованные. Поэтому весь город Новоральск, всех жителей с праздником. Уважаемые самоуправленцы, все, которые работали в органах местного самоуправления, огромнейшее вам спасибо за тот труд, который вы сделали, за ту работу, которую вы провели. Дай вам Бог всем здоровья, счастья, успехов. И каждый день, чтобы он был таким вот солнечным, теплым. Вокруг вас были только самые близкие, самые хорошие, те люди, которые вы хотите рядом с собой видеть. Сегодня в органах местного самоуправления работают люди с колоссальным опытом. Многие из них уже десятки лет посвятили муниципальной службе. Но тем не менее, несмотря на трудности, они по-прежнему любят свою работу и помнят свой первый рабочий день, как будто это было вчера. Этот день я очень хорошо помню, потому что он был для меня очень волнительным. Я переживала, что это очень ответственная работа, что я не должна подвести, скажем так, свой комитет. Понимала, какая ответственность за этой работой стоит. Поэтому, конечно, он был очень волнительный и запоминающийся. Я знала уже жилищный фонд изнутри. И поэтому, благодаря вот этому опыту, меня и пригласили работать уже в администрацию, именно в отдел ЖКХ. Помнит свой первый рабочий день и начальник финансового управления администрации Елена Мартимьянова. Она находится на службе городу уже 29 лет. Принимая опыт у Бронислава Самуиловны Лившиц, которая с самого основания города руководила финансами, Елена Владимировна твердо знала, что здесь и останется работать. За годы ее службы произошло много перемен. Большинство из них к лучшему. Любые изменения, они, естественно, положительные, потому что они дают возможность перейти на качественный новый уровень. Ну и, соответственно, конечно, если мы сравниваем то, что было в 89-м году и сейчас, в 2018, конечно, это совершенно несопоставимые вещи. Наша страна поменялась. Сегодня в администрацию приходят работать и молодые специалисты. Это своего рода преемственность поколений, уникальный сплав опыта и молодости, который дает возможность сделать Новоурайск еще более комфортным для жизни. Виктор Малышев, Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин и Дмитрий Орлов. Объектив. Итоги.